Калинка Мы с моим коллегой, зовут его Евгений Гуриевич Антонов, он работает в качестве главного технолога НПО имени Лавочкина, с которым около 20 лет назад мы занялись проблемой альтернативного топлива. В 1996 году американский конгресс принял программу создания альтернативного топлива на водородной основе, рассчитанную на 20 лет. С полгода назад, и немного меньше, президент Буш заявил, что через 5 лет Америка не будет нуждаться в воде водородов. Ну, 5 лет срок большой, и президент Буш может заблуждаться, или его могут уводить заблуждение. А вы сейчас увидите горящую воду, то есть водородное топливо на основе воды, процент содержания которой существенно больше, чем 99%. Я предлагаю построить наш, надеюсь, диалог, пока это монолог, следующим образом. Вот вода. Прошу убедиться в том, что это вода. Понюхайте, попробуйте. Если можно, в камеру. Чисто вкусно вода. Прошу убрать зафиксированный. Фат номер один. Но, а вдруг он такой, с уникальными способностями, как какой-то индус, который солярку пил. Ну-ка, прошу, не может же быть и трех таких уникуму. Подтверждаю, чисто вкусно вода. Близко к роднику от вкус. Прошу, Игорь Николаевич. Потом я. Правда, нужно наоборот. Вкусно? Вкусно. Сначала девочка, да, не горит. Без цвета, запаха. Вода она, извините, в Африке вода. А вдруг все-таки она грань, горит. Ну, мало ли. У американцев купили. Пример. Вот, подсохла, в воду испарили, загорелась бумага. Теперь, берем эту воду и наливаем вот в эти две бутылочки. Ну, вот так примерно. Доставь. Сюда. Сюда. Чуть побольше человек. Одинами. Вот. Вот, давай. Итак, перед вами две бутылки той же вкусной воды. Это мы убираем позже из кадра. убедились, что не болит. А вот это дизельное топливо, которое используется на заправке. Мы купили солярку. Для того, чтобы убедиться в том, что это и правда солярка, мы посмотрим. Заодно вы увидите характер горения, оцените, как оно горит. Это дизельное топливо. Вот видите, хороший фактор копоти, бумага, все прекрасно, но она и должна гореть, потому что это солярка. Теперь сделаем следующее. Берем этой солярки и добавляем в ту воду, которую вы все опробовали. Ну сколько тут? Может быть грамм, может быть полграмма. То есть плюс-минус палец, как мы говорили. Закрываем трубкой, для того чтобы перемешать. Вот, прошу обратить внимание, она прозрачная вода. Сейчас мы ее прозрачем. Естественно, она должна помутнеть, что с ней и произошло. И как вы оцениваете процент того, что мы сюда добавили? Ну явно меньше одного процента. Так? Может быть ноль одного? Ну, наверное. По крайней мере, меньше одного процента. Значит, для того чтобы произошел процесс перестройки структуры воды, для того чтобы вода перестала быть водой, а солярка перестала быть соляркой, и в результате получилось некое третье или четвертое вещество, нужно некоторое время. Поэтому мы, так сказать, еще немножко поболтаем. Можно вот так. Верхеобразные. Нет, выходя сюда. Да, понятно. Ну, как идет процесс, интересно. Ну, в двухфазных средах. Пока это двухфазная среда. Но она станет гомогенной. Ну, когда она станет, посмотрим. А пока бутылка стоит. Это минуты три-четыре-пять. Посмотрим, будем пробовать. Мы хотели сказать следующее. Я хотел сказать. Евгений Гудыч проиллюстрировал. То, что вы видите, это продукт. Сейчас вы убедитесь. Он не просто продукт, так сказать, самопаривания. Этот продукт получил международное признание. Тема. В частности, очень известная компания. Швейцарская корпорация СВС дала положительный отзыв. И оценила. Где СВС? А, вот заключение корпорации СВС. Не, не, ничего не нужно. Вот есть печать. Я могу единственное зачитать, что теплота сгорания стандартного топлива 46 плюс-минус единица. Но это была ошибка нашего топлива. А стандартного топлива 43,9. То есть теплота сгорания выше. Продукты сгорания до 44% воды. Мы им давали смесь 50 на 50 этой корпорации. Следующее заключение. Государственной лаборатории нефтепродуктов и топлива Южной Кореи. С таблицами, цифрами, графиками. И предложением, имеющимся у нас, о сотрудничестве на основе инвестиций Южнокорейских в нашу. Ну, это отзыв. Если тут проблем есть, то знание о том, что это все работает. Евгений Игоревич, это вот Ваше следующее. Это котельная. Вот фотография. Котельная. Недалеко от Зеленограда есть поселок Жили. Вот это стандартная котельная 50-х годов. Видите? Внешний вид. Котлы. ДКВ от 50-х годов Ходорского завода. А вот горит солярка в этом котле. И наше топливо. 50 на 50. Причем это сделано было не нами. Это было сделано одной из служб Московского и Московского правительства. Которые сами получили в нашем присутствии это топливо. Сами выдержали его два месяца. И сами его передали нам запротоколированные результаты испытаний. Значит, расход топлива мало того, что 50 на 50 вместо вода. Так еще и расход на 30 процентов уменьшился. Потому что температура факела гораздо выше. Эффективность горения. Ну, и наконец, Сергей Евгеньевич. Тут Ленинградский. Меня больше всего не поразило, конечно, а убедило в том, что это действительно технология уникальная. Заключение рыночной стоимости активов проекта. Это бюро финансовых консультаций и оценки. Вот он. Рыночную стоимость этого патента была оценена более 5 миллиардов долларов в Соединенных Штатах Америки. Я специально ездил в эту фирму. Уж признаюсь вам, да. Спрашивал у них, насколько она действительно объективна и можно ли ею пользоваться. Конечно, это признанная фирма в мире. Бюро финансовых консультаций и оценки. Поэтому никаких сомнений быть в этом плане у вас не должно быть. У меня и нет. Я просто хотел получить ваше исключение по этому. Да. Еще я убедился в этом, посмотрев большие материалы и отзывы, которые у Юрия Ивановича есть. Меня больше всего поразило заключение академика Саралова Константина Васильевича. Которого я как покойник, да. Но это очень осторожный человек, который сходу ничего просто так не дает. Вот там и так далее, и так далее, и так далее. И тем не менее, прочитав вот это заключение, значит, его, где оно делается? В самом начале. В самом начале. Вот он, академик Саралова. Вот так немножко подпутали. Просим прочтения. Так. Ну вот. Глубоко уважаемый Константин Федорович. Это он пишет координатору проекта Катарис. Можно показать на бланке. Комитета при президенте. Довожу до вашего сведения очень коротко, что в процессе специальной физической обработки водно-углеводородных смесей с большой вероятностью установлен факт получения устойчивого времени и по свойствам принципиально нового класса химических соединений, обладающих свойствами жидких и горючих материалов. Соотношение воды и углеводородов в исследованных образцах составляло, соответственно, от 10 до 90% сохраненной способности к воспламинанию. Считаем, данное направление чрезвычайно важным для промышленного применения в качестве эффективного, экологического, менее загрязняющего топлива. Для оптимизации состава и свойств нового типа топлива требуется около двух лет неокорп в последующем выходе на промышленные объемы производства. Очень человек осторожный, академик. И я, когда прочитал вот это заключение, ну такое явно положительное, который признал это дело, я убедился, что те материалы, которые были ему показаны, убедили его в том, что это действительно настоящая вещь. Следующее, что я хочу сказать. С Юрием Ивановичем, ну поскольку он бывший, начинал свою деятельность в Украине Лавочке, и потом мы сотрудничали с ним лет в 15-17 назад, тоже начинали интересные направления, которые получили высокую оценку не только нашей фирмы, но и уважаемым Вородиным, который в то время был управдилами президента. Зачитывая, пишет на имя нашего генерального директора, уважаемый Валерий Николаевич, исследования по созданию тепловых источников энергии, проводимые на Вашем объединении господином Красновым, являются приоритетным направлением в решении задач, связанных с альтернативными источниками малой энергетики будущего. Поддерживая эти разработки, мы просим сказать максимальное содействие в ускорении производства опытовых установок и проведении их стендовых испытаний. Правда, на том этапе мы занимались немножко другим направлением, аспектом. Это теплогенераторы там получили впервые, значит, вот зафиксировали плазму, жидкость. На бланке управления дивана, извиняюсь, это подпись. Но мы пришли по результатам этих испытаний, значит, Юрий Иванович тоже, в Академии наук там присутствовали ученые, замеряли, мышей возили и так далее, и так далее. Пристали, признали то направление, то работа немножко опасным для жизни человека. Мы их закрыли, и Юрий Иванович отдался полностью вот этой технологии. Водородное, жидкое топливо на базе соединений и так далее, да? Вот. Ну, мы дали согласие на то, что вместе под руководством научно-технического Юрия Ивановича создать опытные образцы установок и для структурированной воды, и для получения вот этого топлива, и для применения этой воды для целей сельского хозяйства, и для медицины и так далее. И сейчас над этим работаем. И я думаю, что при определенной поддержке этого направления, мы должны в этом году выйти на создание этих установок, провести все исследования получаемых результатов, которые мы получаем, да? Тогда мы на коне, Юрий Иванович, правильно? Но это трудно. Денег пока не у нашей фирмы, не у авторов, конечно, пока нет. Нет. Задача решается, конечно, очень важная, большая. 17 миллиардов тонн вредных выбросах одни автомобили проводят. Мы будем тяну говорить о чем-то. Много, да, не буду. Среда обитания человеком практически ничего. И главное, есть ученые изобретения. Хорошо, давайте посмотрим. Прошло минут пять. В конце концов, чудо должно быть, как говорится, «Господи благослови». Да, в смысле, это совсем не смешно вообще. Горит не бумага, а то, что на ней находится. И потом, когда сгорает, ну, можно начинать. Это самое. Вот, ну и сейчас еще вторую бутылку. А вдруг? Характер, горение, температура и прочее совершенно другие. Даже, извините, Греку ясно, что видно разницу, так сказать, как говорят в его любимой Одессе, где больших разниц? Значит, через определенное время эта вода будет гореть синим пламенем. Спиртовой характер горения. И вот сейчас, в примере, ну, и уже из-за опыта, это где-то градусов 1500-600. А вообще говоря, температура достигает 2000 градусов Цельсия. В зависимости от концентрации, соотношения, ну, и так далее. Вот, кстати, вот мы говорим, наука, наука. Где эти листочки красные применяют? Опа. Прошу обратить внимание на вот эти два документа. Это совершенно уникальные кадры, где показана кластерная структура вот этого третьего вещества, о котором писал академик Фрагу. Покойный, царственный, небесный. А вот это структура воды. Вот той самой воды, которая есть жизнь человеком. Подобного рода измерения осуществлялись с помощью электронного микроскопа. В камере Кириллиан и с экспотенциальным по снимкам воздействием мощного лазерного излучения. Что на сегодняшний день чудом сохранилось в России. Нигде в мире больше таких исследований сделать невозможно. Вывод однозначный. Вот из этих цифр следует, что мы имеем дело перед вами плазма. Вода в форме плазмы. Та самая холодная плазма, которую очень успешно, лет 40, решает господин Верихов и соответствует секции президиума Академии наук. Только вместо 20 миллиардов тогдашних рублей, затраченных на эту программу, государство сэкономило, не выделив нам за 20 лет ни одной копейки. Более того, еще и, так сказать, неприятности всякого рода. Я, конечно, понимаю, мы имеем дело чудом, казалось бы. Это не чудо, это физика. Ведь помните в Писании о чуде в камне Галилейской, когда Христос превратил воду в вино? Тогда это было чудом. Сейчас мы говорим, что это физика. Но физика, доступная, мы это получаем с помощью технических устройств. Но Христос был не человеком, точнее, Он был Бога-человеком. И Он мог это делать, так сказать, без помощи насосов, труб, реакторов, то, что делаем мы. Но даже современная физика не налагает запрет, что это не может быть. Взаимное превращение воды в вино, ибо основа водород, кислород и немножко губерода, который может получиться из того же кислорода, на это даже современная венуга запрета, или не табулирует эту тему. Она и не подтверждает. Но современная наука много чего не подтверждает. Она не отвечает на вопрос, почему вертится Земля, почему электрон не падает на протон, откуда появляется благодатный огонь на православную Пасху, почему в одномоментном накрещении вся вода на планете меняет свое свойство и так далее. То есть современная наука только делает вид, что она понимает устройство мироздания. Шребенгер в 46-м, если не ошибаюсь, говорил в своей монографии и сказал, что ни одним из законов современной науки в живой природе не работает. Следуйте, но я вправе сделать вывод. Либо живая природа устроена неверно, либо неверны наши представления о ней. И вот то, что вы видели, это первые шажки, уверенные, но только первые, к истинному пониманию, как устроен мир. Стоимость. А, да-да-да, конечно, это очень важный вопрос. Стоимость, себестоимость получения вот этой воды, которую мы все пили, ну, примерно, я что-то с рублями совсем путаю, и с Гайдаровскими, у меня перепутаются с Ельцинскими, и с Ельцинскими с нынешними. Короче говоря, это примерно тонна воды, ну, 5-7-10 долларов. Себестоимость производства воды. Ну, а вот себестоимость солярки вы все знаете, сколько ее вы все видели, а считать вы все умеете, ну, посчитайте за нас, ладно? Евгений Иванович, я отметил один важный момент. Ну, это вот все эксперименты, анализы и прочее. Они убеждают, что это действительно новый вид топлива, который может быть место жизни большое отведено. Может быть, и дальше будет. Но он же три года испытывал на дизелях в хозяйстве залоги, заправлял дизеля этих установок своих, и они работали. Дизеля тракторов? Тракторов, да. Тракторов. Они работали. Дальнейшие эксперименты без получения какого-то официального согласия, это, видимо, трудно получить. Какие-нибудь, а с чем вообще говорить? Не надо об этом говорить? Да нет. Или надо? Да, конечно. Испытано. Испытано. Пускай у него в хозяйстве, но работяги работали. Пахали землями и так далее. Евгений Иванович, какое это имеет значение по сравнению с фактом того, что горит вода? Плевать бы, извините меня, в тортарах она или в котельных будут, в котлах вот показывали снимки. Мы часто спорим, не обращайте внимания. Не в этом дело. Дело бега в другом, что правительству нынешнему, россиянскому правительству, абсолютно неинтересно это. Более того, внедрение этого топлива представляет для них определенную угрозу. И не только для них. Поэтому мы и пытаемся обратиться к общественности, чтобы вынудить правительство в конце концов заняться тем, чем оно должно заниматься. Если это правительство выражает национальные интересы России, а не какой-либо другой страны. В последнем случае, конечно, все вопросы снимают. Последнее, что я хотел сказать. 1 марта 2007 года на экспертном совете у ГРФА в ГРФА. Я провел защиту двух мегапроектов. Проекта альтернативного топлива. Тогда мы не афишировали, что это водородное топливо. И проекта использования структурированной воды в сельском хозяйстве для того, чтобы полностью уйти от химии. От всех видов химии, подчеркиваю. И межведомственный экспертный совет в лице многих министерств одобрил мой доклад и Минэкономразвитие в лице начальника департамента господина Соколову, который умный и неравнодушный человек, направило Христенке, Фурсенке, Гордиенке и всем этим министрам-капиталистам предписание о включении этих обоих или обеих обоих проектов в действующие и формируемые программы. Ну и что вы думаете? Они до дни не включают. Калинка, Калинка, Калинка моя Под селеною, Встать положите вы меня Встать положите вы меня Калинка, Калинка, Калинка моя Саду ягода, Маринка, Маринка моя Калинка, Калинка, Калинка моя Саду ягода, Маринка, Маринка моя Эх, Калинка, Калинка, Калинка моя Ах! Островится душа девица По любимым тебе я Калинка, Калинка, Калинка моя Саду ягода, Маринка, Маринка моя Эх, Калинка, Калинка, Калинка моя Эх, Калинка моя Ягода, Маринка reacting